Всем привет! Вы на канале Черника. Сегодня мы с вами построим выкройку базовых брюк по своим меркам. Ее строить очень легко, быстро. Я покажу сейчас, какие мерки для этого понадобятся. Это у нас будут базовые брюки широкие из трикотажа. Так что давайте приступим. Сейчас все покажу, расскажу. Строить ее очень просто, легко. И потом уже покажу вам результат в конце видео, какие брюки в итоге получаются по этой выкройке. Шить я буду их из футера с начесом. Он у нас в производстве идет далее. Состав хлопок с волостаном. Буду шить из этой ткани по выкройке, которую мы сейчас с вами построим. Так что давайте приступим к построению. И потом смотрите результат. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Давайте приступать к работе. Итак, давайте приступим с вами к построению. Еще раз вам говорю, сегодня мы построим выкройку по своим меркам. Это у нас будут брюки основы из трикотажа на резинке. Нам понадобятся с вами следующие мерки. Я вам показываю на примере своих. Вы можете записывать свои и сразу все рассчитывать вместе со мной. Значит так, мне понадобится следующая мерка. Обхват талии 74 сантиметра. Обхват бедер 101 сантиметр. Сразу рассчитаем полуобхваты. То есть у нас полуобхват талии 37 сантиметров. И обхват бедер получается 101. То есть полуобхват бедер у нас будет с вами 55 сантиметров. Вот эти мерки нам с вами нужны для построения. Дальше, что нам еще с вами? Какие мерки понадобятся для построения? Нужно рассчитать высоту сидения. Высота сидения у нас рассчитывается как 1, 2 полуобхвата бедер. Полуобхвата бедер. То есть я получается 55 сантиметров делю на 2 и получаю 25 сантиметров. Вот такие мерки. Также нам с вами нужно рассчитать ширину шага. Ширина шага. Ширину шага мы рассчитываем с вами для задней половинки и для передней половинки. Для задней половинки как рассчитывается ширина шага? Задняя половинка это у нас 1, 10 обхвата бедер. Передняя половинка это у нас 1, 20 обхвата бедер. И таким образом, что у меня получается? 1, 10 обхвата бедер это у меня получается 10 сантиметров. Это ширина шага задней половинки. А ширина шага передней половинки получается 5 сантиметров. И здесь мы прибавляем 1,5 сантиметра. Прибавку. Получается 6,5 сантиметров, чтобы немного уравнять вот эти значения. Также вы должны учесть обязательно длину изделия. И еще учесть прибавку 1,5 сантиметра. Это мы получается по бедрам. Полу обхват бедер прибавляем 1,5 сантиметра. У меня это получается 52 сантиметра. Это у нас с вами с прибавкой. Прибавку здесь можно делать от 1,5 до 4 сантиметра. В зависимости от вашего желания. Но у нас здесь трикотаж. Поэтому в принципе 1,5 сантиметра прибавки будет вполне достаточно. Также нам с вами понадобится для построения мерка линия бедра. Она у нас обычно стандартная. Это 18-19 сантиметров от линии талии перпендикулярно. Это я вам сейчас покажу. Запишу сначала все мерки, которые нам понадобятся. Так, это у нас линия бедра. Линия бедра 18 сантиметров. И также нам понадобится мерка высота сидения. Высота сидения плюс 1 сантиметр. То есть получается, как получаем высоту сидения. Мы с вами полобхват бедер делим на 2. Прибавляем тот 1 сантиметр. У меня это получается 26,5 сантиметров. Это у нас высота сидения. Вот мерки, которые нам с вами понадобятся. Обхват талии, обхват бедер. Сразу же с вами рассчитываем полохват талии, полохват бедер. Вот-вот все-все-все-все мерки. То есть можете еще раз посмотреть, рассчитать, все записать. Теперь давайте приступим к построению на основе уже этих мерочек. Итак, я переписала все мерочки поярче. И мы с вами приступаем к построению. Я буду строить на бумаге в клетку в таком миниатюрном виде, чтобы вам было все видно. А потом уже вы можете построить эту выкройку на миллиметровке, на кальке или сразу на ткани. Итак, сначала мы с вами начертим прямоугольник. Ширина у нас будет, это наше с вами полобхват бедер. То есть я откладываю 52 сантиметра. А высота этого прямоугольника, это у нас длина изделия. Я возьму сейчас метр за основу здесь. Такой прямоугольничек у нас должен получиться. Надеюсь, вам все видно, да? Вот, наш с вами прямоугольник. Это у нас полобхват бедер, ширина, высота, длина изделия. Теперь мы можем разделить прямоугольник с вами на две равные части, на переднюю и заднюю половинки. Передние половинки до 50 размера, передние и задние половинки, то есть они могут быть, можно их разделить просто на две равные части. Если у вас размер более 50, то мы переднее полотно уже увеличиваем на 1 сантиметр. Так, я делю на две равные части, сейчас наше с вами полотно. Таким образом, две равные части разделим. Так, у нас, пускай вот это будет передняя половинка, это задняя. Теперь мы с вами отложим линию бедер. Линия бедер, я вам сначала сказала, что стандартно 18 сантиметров, это, она зависит от роста и размера вашего заказчика или вашего размера. То есть здесь нужно вот это учитывать. Так, вот у меня 18 сантиметров, я откладываю линию бедер. Это у нас линия бедер, 18 сантиметров, мы отложили. Вот. Теперь мы должны с вами отложить высоту сидения. Высота сидения у нас уже рассчитана, это 26 сантиметров с половиной, да? То есть тоже откладываем вниз, 26 с половиной сантиметров. Вот таким вот образом. Так, отложили. Так, и теперь через эту точку проводим прямую линию. Это у нас с вами высота сидения. Ее мы выходим маленько за рамки нашего с вами прямоугольничка, потому что здесь мы отложим с вами ширину шага по передней и по задней половинке. Итак, смотрите, ширина шага задней половинки у меня 10 сантиметров, я откладываю, да? Вот эта точечка, вот она, это ширина шага задней половинки. Ширина шага передней половинки у меня 6,5 сантиметров. Я откладываю 6,5 сантиметров. Так, вот это ширина шага передней половинки. Таким образом. Смотрите, что мы делаем дальше. Так, и еще, смотрите, вот здесь под углом 45 градусов отложите, пожалуйста, 3,5 сантиметра, чтобы мы с вами потом провести плавную, красивую, правильную линию. А по задней половинке отложите линию под углом 45 градусов 5 сантиметров. Вот, таким образом. Чтобы мы с вами провели плавные, красивые линии. Так, и еще что. Это у нас с вами линия талии. По линии талии мы откладываем вниз 1 сантиметрик. Опускаем на 1 сантиметр. По передней половинке, по задней половинке поднимаем вверх на 1,5 сантиметрика. Вот, поднимаем вверх, проводим перпендикуляр вверх. 1,5 сантиметра. Чтобы сделать тоже плавную линию. Здесь я ничего не заужаю, потому что у нас это с вами брюки, напоминаю, с трикотажа. А на резинке они хорошо сядут. Поэтому здесь мы не будем ничего заужать. Так же, что по ширине. Это у нас широкие брюки. Поэтому от точки вот этой вот ширины шага по задней половинке мы проводим линию вниз. Проводим линию от 10 сантиметров, проводим линию вниз. Ширина брюк наших с вами. И здесь мы тоже проводим прямую линию, опускаем ее вниз. Это у нас с вами ширина наших брюк. Так, это мы с вами отложили ширину наших брючек. И теперь давайте все соединим плавными красивыми линиями. Так, здесь мы с вами делаем плавную линию. Постараюсь, чтобы вам было видно. Так, вот. Таким вот образом здесь. И по задней половинке тоже проводим плавную красивую линию с вами. Через отложенные точки. Так, здесь мы с вами опустили на 1 сантиметр к линию талии. Тут подняли. Тоже проводим плавную такую линию. Так. И также нам с вами нужно обязательно учесть резинку наш с вами. Мы прибавляем с вами. У меня резинка 4 сантиметра. Какой ширины у вас? Резинка учитывайте. То есть я поднимаю на 4 сантиметра вверх линию талии. Точечку ставлю. И еще на 4 сантиметра вверх. То есть у меня эта резинка плюс подгиб учитывается здесь. Вот. На 4 сантиметра. И с этой стороны таким же точным образом. На 4 сантиметра и на 4 сантиметра. И провожу просто. Пунктирными линиями покажу вам эту линию. И там у нас с вами будет резинка. Вот. И все. Мы с вами построили выкройку. Теперь можно приступать к пошиву. Я вам покажу брючки сейчас подробно. Уже покажу сейчас их на себе. Так что смотрите далее. Очень получилось у нас все простое, быстрое и легко строить эту выкройку. Это у нас с вами такая основа брюк из трикотажа, брюк широких, которые сейчас очень-очень модно. Итак, показываю вам брюки, которые у нас получатся, ну, получаются по вот этой выкройке, которую мы с вами построили. Я уже их сшила. Это у меня пудр с начесом и талия. В составе здесь у нас хлопок и эластан. Такие брючки получаются. Они у нас от бедра идут, широкие, прямые. Такие брюки. На резиночки. Очень комфортные, очень хорошо сели сразу же, потому что мы их с вами строили по своим меркам. Такие брюки. Так что шейте вместе с нами по этой выкройке. Всем удачи, всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.